Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. Что ж, не будем тянуть время и перейдем сразу к оглавлению. Новые подробности о BMW 4 серии. Genesis готовит спортивную версию седана G80. BMW R9T превратили в мотоцикл будущего. Компания BMW готовит к выходу долгожданное новое поколение 4 серии, о которой стало известно много чего интересного. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, линейка моторов у новинки будет точно такой же, как и у нынешней тройки. Также автомобиль получит гибридную модификацию с силовой установкой, как у 330i и обзаведется огромными ноздрями. Вообще, в компании заявили, что в будущем практически все модели получат подобный дизайн передней части, так что нужно будет к этому привыкать. Во-вторых, в BMW не собираются урезать модельный ряд, как это делают другие компании. Так что новая четверка, кроме купе, будет предлагаться в кузове кабриолет и гран-купе. И в-третьих, стала известна дата премьеры нового поколения 4 серии. Данной информацией поделилось издание BMW Blog, которое утверждает, что новинка будет представлена уже в июне этого года в онлайн-режиме. Конкретная дата, само собой, не называется. Да, информация официально не подтверждена. Но стоит отметить, что BMW Blog является очень надежным источником информации. И все, что раньше ребята публиковали касательно BMW, зачастую оказывалось правдой. А теперь еще одна приятная новость для фанатов BMW. Кто следит за нашими выпусками, тот в курсе, что седаны постепенно сдают позиции. И многие производители хотят отказаться от некоторых моделей и сконцентрировать свое внимание на разработке кроссоверов, как более прибыльного сегмента. Как оказалось, в BMW придерживаются немного другой позиции. В недавнем интервью главный дизайнер BMW Домогой Дюкек сообщил, что в компании не собираются отказываться от седанов в угоду кроссоверов, так как есть еще регионы, где покупатель отдает предпочтение изящным седанам, а не громоздким кроссоверам. И вроде бы все хорошо, но здесь есть и обратная сторона медали. Для наглядного примера мистер Дюкек привел Китай, где по статистике компании седаны продаются намного лучше. Также он отметил, что клиенты из Поднебесной предпочитают автомобили с более изящными и необычными формами. А значит, компании придется с этим считаться при дальнейшей разработке новых моделей. Также мистер Дюкек добавил, что если мы хотим сохранить продажи седанов на должном уровне, то рынку нужно предлагать что-то необычное. Видимо, это необычное, мы увидим в июле этого года. Genesis готовит спортивную версию седана G80, который компания представила в прошлом месяце. Такой ход событий кажется вполне привычным, ведь в прошлом поколении также была версия с приставкой Sport, которая оснащалась для рынка Европы 3,3-литровым V6 на 370 сил, а для Америки предлагалась модификация с 5-литровым атмосферным V8 на 420 сил. Теперь обе эти версии заменят модификации с 3,5-литровым V6 с отдачей в 420 сил и 560 Нм крутящего момента, что довольно-таки не дурно. Увы, на динамические характеристики в компании не сообщают, как и дату премьеры. Но я думаю, что с анонсом корейцы затягивать не будут и новинку покажут в ближайшее время. Это BMW R9T, один из самых продаваемых мотоциклов компании. Да и вообще, одна из самых популярных моделей в мире, созданных в ретро-стиле. Многие специалисты отмечают эту модель как очень удачную в плане кастомизации и различных улучшений. Судя по всему, такого же мнения придерживается и московское ателье Zillers Garage, которое на днях представило новый проект на базе этой модели. Как заявляют ребята, им хотелось добавить некоторой винтажности в облик 9T, для чего был разработан с нуля уникальный алюминиевый обвес, который по форме напоминает кокон, прячущий внутри своего лона, всю начинку мотоцикла, которая осталась здесь нетронутой, кроме кастомного выхлопа, благодаря которому двухцилиндровый оппозитный мотор объемом 1170 кубических сантиметров стал легче дышать. Тем не менее, его отдача осталась прежней, это 110 лошадиных сил и 119 ньютон-метров крутящего момента. Но на одном обвесе ребята не остановились. На мотоцикл были установлены новые интегрированные поворотники, колесные диски в духе тех, что устанавливаются на автомобиле Альпина, а кузов был окрашен в серый цвет. Для лучшей управляемости и оптимального положения в пространстве мотоцикл оснастили пневмоподвеской и новыми тормозами от Brembo. В общем, новый проект является идеальным претендентом для съемок в фильмах о мрачном будущем или конце света, в котором смешались современные технологии и дизайн в духе стимпанка. Получилось очень круто. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и не забывайте о нашем инстаграм, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok